Я не думал, что есть место, где можно быть по-настоящему свободным, парить как птица в небе, ощущать мир и искреннюю радость в сердце и встречать рассвет с первыми лучами солнца. Кто был потерян, рождается заново, последний становится первым, когда его огонь наполняет тебя. Ты уже не можешь быть прежним. Достигай поколения, твори историю, утверждай его царство, зажигай огонь пробуждения. Будь тем, кем ты являешься от начала. Божья воля привести свободу во все сферы нашей жизни. Я хочу продолжить, насколько позволит время, продолжить проповедь, которую я еще начинал до отъезда. Я говорил о личной вере и о личных откровениях. Потому что, как сказал Джон Весли, дьявол придумал заменитель веры, который называется умственное согласие. Вроде бы я это знаю, вроде бы я это слышал, я вообще согласен, что Библия это Слово Божье, но это не вера. Умственное согласие это не вера. Потому что в Библии написано, что сердцем верует, правда? Не умом верует, да, ум должен обновляться, ум должен согласиться, да, ум должен принять откровение Божье. Но вера находится в нашем сердце. И поэтому написано, что сердцем верует, правда? И мы знаем, что без веры нельзя угодить Богу. Без веры вообще невозможно общаться с Богом. Написано, что приходящий к Богу должен веровать, что Он есть, и ищущим Его Он воздает. И мне нравится говорить на эту тему, потому что вера, она тебя куда тянет? Она тебя тянет к Богу, правда? Неверие тебя тянет в мир. Неверие тебя тянет к греху. Неверие тебя тянет в депрессию и так далее, и так далее. Но вера, которая приходит от Бога, она и тянет тебя к Богу. Она и тянет тебя в Слово Божье. Она тянет тебя в Его присутствие, да? Написано, что ищущим Его, ты знаешь, что без веры мы Бога даже и не ищем. И если мы вдруг перестаем искать Бога, если у нас приходит какая-то, так сказать, духовная апатия или духовная ленность, это говорит о том, что твоя вера начинает оскудевать. Она начинает уменьшаться, да? Почему Иисус молился за Петра и говорил? Что Он Ему говорил? Чтобы не оскудела твоя вера. Знаете, можно было сказать, Иисус, лучше бы ты за мою работу помолился, лучше бы ты за мое здоровье помолился, лучше бы ты там за вот это помолился. Это мы так говорим. Но ты знаешь, Бог говорит, если у тебя будет вера, у тебя будет все, что тебе нужно, потому что по вере твоей будет тебе. И Он знает, что нам нужно, друзья. Мы говорим, нет, Господь, мне нужно вот это, мне нужно вот это, мне нужно вот это. Да Бог говорит, а тебе вера нужна. Когда у тебя будет вера, которая сдвигает горы, открывает небо, да? Исцеляет больных и так далее, и так далее. У тебя все будет. Поэтому вера, она нас куда направляет? К Богу. Вера, она всегда тянется к Богу. Слава Богу. Почему? Она пришла от Бога, и она тянет тебя снова к Богу. Поэтому написано, ищущим Его, вера побуждает тебя искать Бога. Вера побуждает тебя искать Божье присутствие. Вера побуждает тебя идти в Слово Божье. Потому что Он сказал, Иисус, не одним хлебом ты будешь жить. Поел хлеба, молодец. Но что Он говорит? Словом Божьим. Аминь. Почему многие люди не хотят читать Слово Божье? У них нет веры. Вера, она нуждается в Слове Божьем. Ее нужно кормить, чтобы она росла. Аминь. И вера, она тебя тянет все, что есть у Бога. Она тянется к Богу, она тянется к Божественному. И знаете, мы говорили о личной вере. Она приходит лично к тебе. Это твоя частная собственность. Вера, твоя частная собственность. Написано, мы спасаемся верой. Аминь. Причем, чьей верой ты спасаешься? Своей собственной верой ты спасаешься. И Бог говорит, ты отвечаешь за свою собственную веру. Потому что каждый даст отчет Богу. За что? А верил ты или не верил? Есть ли у тебя вера или нет этой веры? Потому что, если у тебя нет веры, ты не спасешься. Ты спасаешься верой. Аминь. Ты приходишь к Богу верой. Ты движешься в Царстве Божьем верою. И Пайпенописание говорит, что если у тебя будет вера, у тебя будет что? У тебя будет все. Кто-то называет веру валютой небес. То есть деньги. Если у тебя есть финансы, ты можешь пойти что-то купить. Если у тебя нет денег, ты придешь к продавцу, будешь плакать. Мне нечего есть. У меня там этого нет. то дайте, пожалуйста, дайте, подайте Христа ради. И что тебе скажут на кассе? На кнопку нажмут охрана. Тут какой-то ненормальный человек выпрашивает. Мы сейчас ему дадим, что он выпрашивает. Но когда ты приходишь, и ты знаешь, сколько у тебя есть, ты можешь вот это, вот это, и вот это, и целую телегу нагрузить. И ты спокойно подходишь и напеваешь песню «Happy birthday to me». Ты знаешь, что ты сможешь рассчитаться. Аминь? Или нет? Поэтому, когда мы идем в магазин, мы проверяем, что у меня есть. И написано, приходящий к Богу должен знать, есть ли у него вера. Аминь? И когда ты молишься, написано, ну да просит с верою. Немало не сомневаюсь. Вот, что проверяет, что могу я что-то получить. Будет у меня что-то, или у меня ничего не будет. И сегодня я хочу продолжить поговорить про веру, когда начинается вообще вера. Потому что, знаете, иногда люди, я вижу, они давно-давно ходят в церковь, и до сих пор у них нет личной веры, потому что они всегда говорят, помолитесь за меня, помолитесь за мои деньги, помолитесь за моего мужа, помолитесь за мою собачку, помолитесь. Я верю, говорит пастор, что у вас есть вера. Слава Богу, что вы верите, что у меня есть вера. Я тоже верю, она у меня есть. Но знаешь, Бог хочет, чтобы и у тебя была вера. Чтобы за свою собачку ты мог сам помолиться. Аминь? Чтобы за себя ты тоже мог помолиться. И кажется, а до какого возраста мы должны молиться за людей? До какого возраста? да вот кажется до какого возраста сколько можно сколько можно сколько можно да сколько нужно столько можно и я хочу сказать что писание нам говорит о возрастах дети пишу вам дети потому что вам прощены грехи пишу вам юноши потому что вы победили лукавого до пишу вам отцы потому что вы познали безначального видите дети юноши отцы о чем речь это что за возраст это паспорте написано ты отец есть такой паспорт отец да не такого паспорта что такое отец отец это у кого есть дети аминь дети дети как мы узнаем до дети или не дети как вы узнаете дети или не дети как вы узнаете детское служение или детское служение я сразу знаю когда галина древна залетает бабочкой на сцену я понимаю это детское служение детям или не дети да будьте как дети написано и вы войдете в царство божие до дети потому что вам прощены грехи это первый уровень ты пришел ты спасся ты божье дитя тебе прощены грехи там еще написано отроки там еще есть юноши там еще есть отцы слава богу это говорится о том что мы растем мы возрастаем вере и вы знаете на самом деле когда мы возрастаем вере то и возрастает наша ответственность до возрастают результаты потому что то что просят детям гену в это детям нельзя еще этого правда то что просят юноши в игре ну сколько вам 18 плюс или сколько вам вам еще нет 18 плюс значит отдыхаете да вот и даже смотря по возрасту ты можешь получить что-то можешь не получить чего-то и нам нужно расти нам нужно чтобы наша вера росла скажи чтобы вера росла слава богу и вы знаете я вот обратил внимание вспомнил на же вот в прошлые прошлое воскресенье был борис васиков да нам рассказывал про израиль и вдруг мне такая пришла идея думаю а вот интересно вот вот интересно же в израиле же в израиле мальчики становятся мужчинами в 13 лет алё мужчины в 13 лет у них есть целый такой а как обряд или как сказать посвящение называется бар митсва бар митсва а а девочки становятся женщинами в 12 лет бат митсва и я хочу чтобы вы посмотрели ролик в синагоге одесской еврейской общины хаббат отмечают бар митсва 13-летний для заповедей воспитание детей занимает особое место в жизни еврейской семьи одной из наиболее важных станции на жизненном пути является тот момент когда мальчик которому исполнилось 13 лет принимает на себя бремя торы и исполнение заповедей становясь полноправным членом дома израиля в этот момент он становится бар митсва буквально сын исполняющий заповеди у нашего сына с божьей помощи ему исполнилось 13 лет мальчик становится бар митсва то есть сын заповеди сказали наши мудрецы да что человек может завидовать кому угодно но он не завидует своим детям да то есть всегда мы хотим чтобы наши дети они были лучше чем мы да это то в первую очередь что я хочу пожелать своему сыну чтобы он был лучше чем я во всем во всех отношениях да чтобы у него в духовном его развитии в выполнении заповеди изучение тору он шел выше чтобы ему всегда светила благословение всевышнего церемония бар митсвы символизирует вхождение не только в общество взрослых но в мир заповедей прежде всего теперь мальчик юноша переходит от статуса воспитываемый для выполнения заповедей к статусу обязаны выполнять заповеди церемония в синагоге символизирует это изменение и означает присоединение к еврейской общине как равноправного и равно обязанного члена этот день для меня значит очень много ответственности что сильно надо извиняться до этого я еще мог что-то себе позвать а сейчас нет я чувствую никогда такого для меня не было первый раз впервые в семье посланника любавического рэба в одессе раввина довида фельдмана шесть сыновей и чтобы их было еще больше говорит рэп время перехода из детства в юность и зрелость это повод для совместного семейного праздника когда вместе радуются и дети и родители и родители родителей бар митсва традиционный способ празднования взросления предоставляющий возможность для органичного сочетания еврейской и семейной традиций еврейская культура отводит центральную роль развитию интеллектуальных способностей подростка его учебе и образованию традиционно знакомство с текстом торы и другими взаимодействующими с ней источниками является важной составляющей еврейского образования об этом рассказывает дедушка именинника который прилетел специально для бар митсва из израиля евреи основное назначение это служить всевышнему быть народом священников народом всевышнего и поэтому все мужчины должны молиться но есть такое понятие что есть молитва в обществе называется миньян так вот это общество собирают могут ходить только мальчики достигшие ему мужчин достигшие 13 лет все они уже просто они могут вести молитву они могут делать все что угодно с точки зрения нашего закона 13-летие мальчиков называется в еврейской культуре возрастом митсвот заповеди то есть этого возраста юноши считаются достаточно зрелыми для выполнения моральных общественных и духовных обязательств принятых в еврейском народе смотрите смотрите да вот интересно что с 13 лет да вы знаете мы иногда думаю они еще такие маленькие да еще такие маленькие а вот смотрите что делает значит уже это уже мы смотрим на него уже как на мужчину в 13 лет да как на мужчину смотрите у меня написано здесь права и опять и ответственность значит у него моральная ответственность за свои действия родители аллилуйя бы сказал нашем месте значит у него право читать тору участвовать в служении да у него право обладать собственностью право жениться обязанность соблюдения всех 16 613 законов торы представляете уже вот в 13 лет на него не смотрят как на какого-то мальчика подростка до девочка еще раньше с 12 лет не забывайте с 12 лет вот девочка на более умные то есть мальчик в 13 вот такого мне это девочка вот в 12 до смотрите то есть какое отношение и какое отношение да мы думаем дальше маленькие не такие маленькие нет они уже не маленькие должны быть смотрите что еще что делают в еврейских семьях да значит когда начинает изучать от письменную тору скажем библию по нашему до скольки скольки лет с пяти лет с пяти лет понимаете у нас еще эти разукрашки все разукрашивать пять лет еще там ну вот ну просто ну лишь пять лет а же вообще и как они что поймут а ничего не поймут но они изучают уже с пяти лет и понятно чтоб 12 годам это уже мужчина да ты уже вот понимание у него какое должно быть до ответственность им какую доверяют и поэтому вот это касательно веры да то есть если в пять лет ребенок начинает изучать слово божье значит уже в пять лет он приобретать веру вера приходит от слова божьего аминь то есть с пяти лет уже отношение к ребенку что он не просто там в солдатиков играет или там что-то такое детское мы думаем нет божье отношение до божье отношение она совершенно другое и вот поэтому я сегодня хотел поговорить о том как детям развивать и получать свою веру конечно мы как родители мы ответственны создать условия чтобы наши дети росли в вере да то есть 5 лет уже можете понять что 5 лет это самое начало уже все он может библию изучать все он он изучает уже и смотрите дальше написано в 10 он мишну с 13 лет уже все заповеди исполняет то есть в 13 лет он уже все прочитал всю библию должен уже прочитать по нашему да все он уже все знает все понимает представляете тогда какое у него развитие идет и духовное и душевное да вот они горят они делают ставку то есть интеллектуальное развитие то есть человек развивается когда он что делает читает слово божье аминь он взрослеет он уже ведь это не случайно что ему дают не только как бы права ему дают ответственность ответственность за свои поступки ответственность участвовать служение до ответственность в молитве и так далее так далее то есть почему потому что считается что он уже взрослый он уже может верить и представляете если у нас вот в 13 лет мы мы к ним мы к ним относимся как взрослым но это не просто мы относимся они уже на другом уровне на самом деле находятся потому что с 5 лет они изучают слово божье с пяти лет друзья поэтому сколько лет с 5 до 13 кто хорошо считает 7 8 хорошо считаете хорошо молодцы со скольки лет начали учить читать то есть 8 лет 8 лет это знаете раньше было вот неполное образование 8 лет то есть уже человек получает духовное образование восемь летом слове божьем насколько это влияет почему они такие умные евреи а вы думаете почему библию с 5 лет читают а у нас еще с 5 лет читают да ему еще рано да он ничего не поймет да это зачем зачем мы удерживаем своих детей да иисус сказал не удерживайте детей пусть они идут в царство пусть они читают библию пусть они молятся пусть дух святой действует пусть дары духа святого действует правда и к 13 годам у нас уже служители служители в 13 лет уже взрослые все вот это посвящение уже в мужчины происходит друзья мы зачем об этом говорим говорю чтобы у нас самих мышление поменялось до чтобы мы по-другому увидели как нам нужно воспитывать детей да как нам нужно их готовить как нам нужно их развивать друзья поэтому когда мы читаем в библии например мы читаем про даниила до даниил написано что они отроки были отроки я специально библию салют отроки это сколько лет от вы знаете от руки сколько лет а никто не знаю это 7 до 14 лет 7 до 14 понимаете сейчас еще раньше до 13 уже стало а было 7 до 14 то есть даниил и его друзья они совсем молодые были ребята молодые ребята совсем были но уже их отбирали в элитную школу чтобы готовить служить царю аминь и они уже в этом возрасте знают писание у них есть ответственность они принимают правильные решения почему написано вот даниил решил сердце сам не скверняться да да потому что он уже был мужчина не по годам как бы нам кажется а по развитию по умственному развитию по духовному развитию его там уже никто не заставлял и даниил там смотри мне тебя понимаешь ух никого не было они были одни даниил его друзья да то есть максимум сколько могло быть это 14 лет 14 лет 14 лет не конечно я понимаю что но не с 5 лет например начали учить если их учили уже с 5 лет то понятно что в 14 лет это уже был совершенно другой человек и что интересно ведь это не случайно что они такие были умные да там же был тест там были экзамены и они были самыми лучшими правда написано не в 10 раз были умнее а почему такие умные очень такие умные да такие умные что какие умные дамут какие умные потому что библию из 5 лет читают слава богу представляете что написано что что слово божье да она несет жизнь слово божье несет благословения слово божье она влияет на интеллектуальное развитие друзья очень сильно мы недооцениваем сами этого что как сильно влияет слово божье и потому что они с 5 лет учили слово божье изучали его то 13 14 лет они уже были очень умными очень развитыми очень продвинутыми и очень духовными они сами принимали решение друзья это мы скажем это еще ждите какое решение как они могли это придумать как могли они это сделать но они уже это делали и смотрите что что интересное что интересно написано что когда провели вот это испытание до их нашли и красивее и умнее слава богу да то есть вот как благотворно слово божье влияет на развитие детей какими они становятся и красивыми и умными и духовными и смотрите написано и даровал бог четырем этим отроком уже понимать какой возраста иногда мы думал отроки может лет двадцать им было все-таки отроки для 20 может было 25-30 возраст христа не мы знаем что иисус 12 лет тоже пришел в синагогу и всех там положил до всех учителей фарисеев так далее то есть почему почему потому что с маленького возраста да в него вкладывалось слово божье и вот написано что бог даровал четырем этим отрокам знания и разумение всякой книги и мудрости а даниилу еще даровал разумеет всякие видений сны то есть он был очень сильно духовно еще одарен да он мог разъяснять толковать сны это оказывается что им всего было не больше 14 лет не больше 14 лет и их выбрали да и царь говорил с ними представляете царь с ними говорил о чем с ними говорить вообще можно и царь говорил с ними и всех отроков не нашлось подобных даниилу ананиме стоил и азарии и стали они служить перед царем и во всяком деле мудрого уразумения о чем не спрашивал их царь он находил их в десять раз выше всех тайновецов волхвов какие были во всем царстве его понимаете сарь лично с ними разговаривал потому что это было видно элитная школа до подготовки сановников чиновников для работы во дворце и туда не брали кого попало и они оказались не на голову а на десять голов выше вообще не просто кого-то а всех какие были в его царстве представляете какой уровень и я думаю господи как мы недооцениваем тебя как мы недооцениваем слово божье мы думаю ну зачем ребенку давать пусть мультики смотрит там в планшете пусть там то пусть там вот это и по сути дела то что он у нас развивается разве он будет на 10 голов выше остальных нет он не будет выше но когда в слове божье до слове божье слово божье его формируют а потому что бог и говорит а по образу и подобию моему и когда начались самые серьезные испытания да там не написано сколько лет прошло но что из них получилось да они стали занимать ведущие позиции где в государстве ведущая позиция не были главными ответственны за за многие какие-то там регионы и помните вот уровень веры о чем хочется сказать уровень веры потому что когда в основном христиане теряют своих детей именно в этом возрасте именно в возрасте с 13 по 15 лет вдруг им уже когда родители не могут их за ручку привести в церковь да они говорят я уже не пойду в церковь я это не хочу мне это не надо то мне не надо а почему потому что внутри нет веры внутри нет откровения внутри нет отношений с богом когда мы с богом друзья бог с нами когда у тебя есть личная вера когда у тебя есть откровение о боге и не пропадешь знаете когда мы смиряемся когда мы верим бог поднимает нас и он и и и и и Продолжение следует...